МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня пятница, 26 апреля. В студии Рушан Бараев, город Каглавн. Искали три года участников разборки на парковке Грин-Сити-Парк в 2020 году. Насудили сразу по нескольким статьям. Уникальная операция. В больнице Минемакожанова провели операцию по замене голеностопного сустава. В Каргандинском зоопарке появился экзотариум. Это значит, что диковинных обитателей планеты стало у нас еще больше. Прокурор просил 18 лет, а далее 8 стрелявших в Карганде жасказганцев осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса с участием присяжных заседателей. Напомним, громкая история с разборками мужчин на парковке ЖК Грин-Сити-Парк произошла в 2020 году. Оперативно найти и задержать стрелявших полиции тогда не удалось. Их искали три года и задержали в Таразе в сентябре прошлого года. Ирина Вобещевич продолжит тему. Смотрите, сейчас мы сходим в парке на столовой. Ну, скоро быстренько высадите, я желаю. Смотрите, 4, 8, 9. Вот сколько было, да? Мы сходим в парке, позвоним в Сити-Парк. Жарким летним днем по Карганде разнеслось новое, что в районе элитной новостройки стреляют. Все происходило на парковке ЖК Грин-Сити-Парк. Полиции не удалось тогда по горячим следам задержать злоумышленников, устроивших стрельбу. Два уроженца жасказгана 31 и 35 лет обедали в кафе. Там они повздорили с еще двумя мужчинами. Один из жасказганцев достал нож и стал им угрожать. Их выпроводили на улицу, и тут же случилась стрельба. В результате потерпевшие мужчины 1989 и 1988 годов рождения с огнестрельными ранениями нижних конечностей и с переломами в области ранений были отправлены в больницу. 9 июня текущего года неизвестное лицо в ходе возникшей ссоры причинил огнестрельное ранение из неустановленного оружия двоим участниками инцидента. Пострадавшие госпитализированы в медучреждении. Личность участников инцидента и обстоятельства произошедшего выясняются. Стрелявших искали три года и задержали в Таразе в сентябре прошлого года в ходе спецоперации сотрудники УБОП Департамента полиции Улытаусской области совместно с коллегами из Жамбульской области. Их осудили по статьям незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, хулиганство совершенное в группе лиц с применением огнестрельного оружия. Прокурор просил признать жестказганцев виновными по всем статьям и назначить 18 лет лишения свободы каждому. Потерпевшие примирились с подсудимыми и попросили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Сторона защиты просила переквалифицировать их действия. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет. В итоге суд окончательно назначил им наказание в виде 8 лет лишения свободы в учреждении Уголовно-исправительной системы средней безопасности. Меж тем, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, 5 канал. Единство, созидание, прогресс. В этом году 33-я сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла в онлайн-формате. Глава государства в очередной раз подчеркнул важность этого института гражданского общества, особенно в ситуациях, требующих солидарности и единства народа Казахстана. По итогам мероприятия своими впечатлениями сегодня активно делятся участники встречи. Тему продолжит Антон Александров. Следовать собственной идеологической повестке, свободной от негативного влияния извне, призвал президент страны на заседании 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня главная миссия – это созидать, строить и творить. Единство и солидарность – главные ценности и ориентиры. Кто находился на этой сессии, слушал и в дальнейшем прослушает, он понимает о том, что сейчас время не просто говорить, а время действовать. Если каждый человек будет совершать какие-то действия в отношении стабильности, единства, во всяком случае не разрушать своими поступками и словами, то я думаю, что все, о чем мы говорим и к чему стремимся, у нас это получится. Динара Шарманбаева – одна из участниц заседания. Заведующая кафедры одного из карагандинских вузов уверена, что проведенные реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества. Сегодня значительно расширены возможности граждан в принятии государственных решений. К тому же важно формирование правильных ценностей, взглядов и убеждений, считает эксперт. Эти посылы – это основные ценности. Ценности человека, общества – это правильные ценности. Без единства действительно не будет созидания, не будет прогресса. Единство, как я говорила, действительно, это же не просто, когда люди в обществе держатся друг за друга. Единство – это когда люди друг друга поддерживают, держат друг друга. Держат и это помогает человеку двигаться вперед, обществу развиваться. В период сложной ситуации с паводками Ассамблея народа Казахстана еще раз показала себя как эффективный проводник ценности единства и солидарности. Когда начались подтопления, пришли на помощь волонтеры, быстро были организованы благотворительные акции сбора гуманитарной помощи. Именно поэтому этот общественный орган, обладающий конституционным статусом, будет и впредь работать над сплочением граждан страны. Антон Александров, Миржан Джума Муратов, Николай Шевелев. Пятый канал. В Парке Победы сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное 38-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Люди возложили цветы в память о событиях тех дней. Подробности далее в сюжете. 8 декабря 2016 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 26 апреля признан Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе. Сегодня в честь 38-го годовщины трагедии почтили память погибших в результате радиационных аварий. Выразили благодарность людям, кто отважно встал на защиту от ядерной опасности. Этот день напоминает всем нам об ответственности человечества за судьбу планеты. В этот день мы все вспоминаем тех людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг. Отдаем дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией. Это и тоже касается и симпалатицев, и тех, кто был на НПО, Маяк. О них мало говорят, но сегодня есть они. В ликвидации последствий аварии против белой смерти участвовали около 2000 карагандинцев. Автор памятника Игорь Баграмов был в Припяти до аварии. Вспоминает, что город окружали сосны. В нашем парке Победы их оставили нетрянутыми, как и было много лет назад возле электростанции. Это гранит, это три стелы, сверху знак радиация, вот как бы осторожно радиация, черные три стелы и сверху срез такой. И там как бы трагедия, взрыв небольшой на этом, на высоте. Сзади панно, я применил панно, графическое там, значит, какие были события, именно с фотографий, подлинных фотографий. В сегодняшний день это не только память о прошлом, но и обязательство перед будущим поколением сохранить мир и безопасность планеты. Мы должны помнить, особо помнить те страницы истории, которые говорят нам сегодня в преемственности поколений из прошлого. Огонь, но не пепел. Поэтому еще раз, уважаемых наших чернобыльцев, я хочу особо им сделать низкий поклон от всех казахстанцев. Алина Балацкая, Зулькарнаис Махаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Последствия пандемии. Корь и коклюш вновь начали распространяться после пандемии коронавируса. Причина в том, что была сорвана иммунизация по остальным инфекциям, и заболеваемость вышла из-под контроля. С 21 по 27 апреля в Казахстане идет Европейская неделя иммунизации. Еще в 2019 году, казалось, Казахстан забыл про корь и коклюш, а сегодня эти болезни регистрируются все чаще. В прошлом году в области было 11 лабораторно подтвержденных случаев, как Клюша, сегодня уже 84. Первый случай кори зарегистрировали в феврале прошлого года, сейчас уже больше 2000. На сегодня, благодаря успехам вакцинации, многие заболевания перестали регистрироваться, и у населения сложилось впечатление, что так оно и есть, и ничего не нужно. В связи с этим у нас на сегодня возрастает число отказников. Только за этот квартал у нас получается по области полторы тысячи отказчиков, родителей, которые отказываются от всех плановых прививок. По словам врачей, сейчас существуют высокие риски возобновления всех вакциноуправляемых инфекций. Для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет, прививки должны получить 95% населения. Гульжан Байгутанова работает эпидемиологом больше 30 лет. По ее словам, никогда раньше этот показатель не снижался. К сожалению, вы знаете, что в период пандемии у нас произошел срыв плановой вакцинации. После ковида появились лица, которые стали отказываться от вакцинации. Но здесь еще надо добавить, что есть вот такие прямые противники вакцинации среди населения, а есть люди, которые колеблются. Население не понимает, что пока есть у нас такая прослойка непривитых, у нас будут всегда регистрироваться эти заболевания. Церковь никогда не была против вакцинации. То есть, если даже она разумная, то даже, скорее всего, за нее. Но здесь важно отметить одну общую такую важную деталь, что вакцинация может быть только добровольной. То, о чем вы говорили, то есть заставить человека, конечно же, невозможно. Но можно как-то человеку подсказать. Почему? Потому что, к сожалению, в нашем время мы имеем кучу возможностей читать как достоверную, так и недостоверную информацию, в том числе и сети интернет. И очень много у нас сегодня лжи таких людей, которые пытаются увести человека на сторону далечия. Врачи просят родителей подумать о будущем своих детей. Любое заболевание оставляет след, и последствия могут сказаться через годы. К примеру, даже через 20 лет после перенесенной кори может возникнуть панэнцефалит. Тогда человеку уже не помочь, считает Гульжан Байгутанова. Людмила Батюшкина, Мейржан Жумамуратов, Ирина Нинашева, 5 канал. Уникальная операция. Хирурги многопрофильной больницы имени Макожанова провели операцию по замене голеностопного сустава. Подобное оперативное вмешательство было сделано не только впервые в нашей области, но и в Казахстане. Ирина Вабичевич расскажет подробнее. У нас достаточно радостная новость. В субботу мы провели успешно мастер-класс. По внедрению эндопротезирования голеностопного сустава. Травмы, генетические дефекты и системные патологии – основные факторы развития артроза голеностопа. Если раньше прогрессирование этого заболевания неуклонно ввело к инвалидизации, то теперь ортопедическая хирургия предлагает альтернативу эндопротезирования голеностопного сустава. Замещение нефункциональных суставных поверхностей имплантами высокого качества позволяет пациенту на годы сохранить активность и избавиться от мучительных болей. Такие операции делались до сегодняшней прорывной новости только за рубежом. Теперь впервые в Казахстане карагандинские хирурги сделали операцию по замене голеностопного сустава. Протезирование голеностопного сустава – это одна из сложнейших технологических операций по замене сустава. Потребность среди молодого возраста достаточно высокая, так как вы знаете, что травматизм с ростом скоростей среди молодых пациентов возрастает. И поэтому потребности в этой операции сейчас достаточно актуальны. Операция прошла в рамках мастер-класса, в котором приняли участие московские специалисты из городской клинической больницы имени Юдина. Хирурги провели комплексную операцию с корригирующими дополнительными методиками на заднем отделе стопы. Пациентка успешно проходит послеоперационный период, говорит руководитель травматологического центра «Берег Тулиубаев». Этот метод хирургического вмешательства относится к щадящим разновидностям, так как остаются сохраненными многие суставные структуры. Раньше при операции эндопротизирования использовали длинные стержни для крепления пластин. Теперь обеспечивают плотное анатомическое прилегание поверхности кости к имплантационному покрытию. После проведения операции по эндопротизированию голеностопного сочленения, пациентам необходима квалифицированная реабилитация. Эта технология впервые выполнена в Республике Казахстан. До этого эта операция у нас не делалась. Есть пул пациентов сформированный у нас, есть потребность в этих технологиях. Ирина Вобещевич, Данил Заславский, Пятый канал. Выбирали лучших. В Карагандинской республиканской военной школе Жасулан имени Талгата Бегельдинова прошел конкурс «Учитель года». Чем он закончился – подробнее в сюжете. Второй раз в Карагандинской республиканской военной школе Жасулан имени Талгата Бегельдинова проходил конкурс «Учитель года». Соревновались в нем педагоги, отличившиеся за время своей деятельности и в текущем учебном году. Быть учителем – это ответственная, но и почетная миссия. Это не только возможность передавать знания, но и шанс передать частичку своей души подрастающему поколению. В прошлом году мы проводили конкурс для педагогов, молодых специалистов, которые имели стаж работы до 7 лет. В этом году мы проводим конкурс для педагогов, которые имеют стаж более 8 лет. В этом году также особенность этого конкурса заключается в том, что конкурс прошел два этапа. На первом этапе педагоги проводили открытые уроки, и комиссия оценивала мастерство подачи материала. Вторым этапом стал конкурс «Открытый микрофон», и участникам было предложено творческое задание. Кроме того, оценивались еще и авторские презентации. В итоге победителем стал преподаватель казахского языка и литературы. В профессии я 15 лет. Мне очень почетно стать победителем. Это оценка моего труда, ведь в конкурсе рассматривали целый ряд параметров. Это и эффективность деятельности, и профессионализм. Еще ряд педагогов были награждены в номинациях. Это и современный педагог, мастер-педагог и ряд других. Данный конкурс способствует развитию профессионального мастерства педагогов и помогает нашим педагогам обмениваться информацией друг с другом, показывает свои наилучшие педагогические разработки в сфере педагогической деятельности. Творим для вас, дети! В областной детской библиотеке Миня Бая состоялась встреча школьников с известной детской писательницей. Дети не только узнали много нового о том, как создаются произведения, но и могли задать вопросы автору, а также показать свои таланты. Как только задумаешь что-нибудь запланируешь, так обязательно что-то пойдет не так. А кто тебе сказал, что все пошло не так? Сама решила. В библиотеке Миня Бая с 2022 года реализуется проект «Творим для вас, дети!», на который на встречу с читателями Амина с детьми приглашают наших казахстанских писателей. На подобных встречах также и ребята могут проявить себя, вот и воспитанники дома семьи Асем устроили мини-представление. Целью проекта является привлечение детей и подростков к чтению современной казахстанской литературы через знакомство с детскими авторами. На этот раз «Живая встреча» проходила с автором Мариной Алясовой. Расскажу о своем творчестве, потому что я пишу мудрые сказки для детей и взрослых, и они заняли в международном конкурсе Гран-при, вот издаются теперь в Лондоне на английском языке. Сегодня я буду знакомить ребят с этими сказками, ну и заодно они мне расскажут, что им понравилось в этих сказках. «Вдохновение приходит на веранде или балконе, когда все еще спят или уже спят», рассказывает автор. Марина Алясова с недавнего времени начала писать сказки для детей. В 2023 году автор получила престижную международную премию «Мария Шиваль» в номинации «Проза для детей» в рамках британского конкурса «Открытая Евразия». Суперкубок за мудрые сказки для детей и взрослых. Пока у автора 13 сказок, но это еще только начало. На эти живые встречи с живыми писателями приходят учащиеся не только караганды, но и мы проводим эти встречи по всей Карагандинской области, по городам-спутникам и районным центрам. После этих встреч всегда мы продолжаем сотрудничество с нашими писателями, то есть мы в курсе о тех литературных конкурсах, премиях, которые получают наши гости. Мы получаем книги, написанные этими писателями, они пополняют фонд библиотеки. Цель подобных встреч – привитие любви к чтению, расширение кругозора, развитие творческого мышления у подрастающего поколения. Ирина Вобещевич, Зулхарна Исмахаев, Равиль Валеев, Пятый канал. Первая персональная выставка Жан-Булата Бабакова открылась в Караганде. Жители города познакомились с творчеством восходящей звезды изобразительного искусства. Жан-Булата Бабакова широкая общественность пока еще не знает, но может предугадать его дальнейший успех в портретной живописи. Парень, пусть начинающий, но уже художник, осмелился представить на обозрение карагандинцам первые работы. У Жан-Булата Бабакова тяга к рисованию была с детства, но холсты он начал исписывать чуть больше года назад. Мне больше нравится изучать людей. Мне больше подушу ближе портрет. Мне интересно. Сам человек, люди мне интересны. И поэтому мне больше нравится. И с этим жанром хочу что-то от себя передать. На персональной выставке разместили 15 работ. Выполнены они маслом. Жан-Булат Бабаков изобразил актеров, музыкантов, композиторов, оказавших влияние на него, вдохновивших творческим путем. Написаны портреты Джеки Чана, Брюса Ли, Аль-Пачина, Виктора Цоя и других звезд 20 века. Артисты именно тех годов, они воплощают в фильмах свои роли больше, наверное, свою жизнь. И тем самым мы вдохновились этим и решили продемонстрировать и напомнить людям, с чего зарождался кинематограф, развитие музыки. Дмитрий Васильевич совершенствует умение Жан-Булата, видит в нем будущего профессионала. Карагандинцы также отмечают, что за выставкой, носящей название «Возрождение звезд», стоит настоящий мастер, которого обязательно ждет известность. Да, человек только на стадии развития, он только начинает раскрываться. И это очень хорошо, поэтому, естественно, настремиться всегда есть куда, даже профессионально. Но его уровень, хочу сказать, если он еще больше времени потратит на это, его уровень превзойдет даже и специалистов хороших, и профессионалов. Здесь мы демонстрируем его смелость, его первый шаг, потому что это его первая выставка персональная, именно персональная. И не каждый на это осмеливается. Все боятся какой-то страхами показать свое начинание. Но я считаю, что он заслуживает, чтобы город его увидел и страна его знала. Еще больше экзотики. В Карагандинском зоологическом парке появился экзотариум. А это значит, что диковинных обитателей планеты стало еще больше. Ресничный бананоед, шпортцевые лягушки, аксолотли. Кого еще показали в первой нашей съемочной группе в сюжете Ирины Вобещевич. Здесь комната, где будут обитать все земноводные. Это бананоед, это всевозможные виды жаб, которых не обитают в нашей среде, именно в казахстанской. То есть это гекконы, это всевозможные сценки. Вот многие животные, еще кое-какие пустующие вольеры, они прибудут завтра как раз. Карагандинский зоопарк не устает удивлять. Нашей съемочной группе первыми объявили замечательную новость. Теперь тут появился экзотариум, то есть зал, где будут содержаться и демонстрироваться редчайшие животные. Такое стало возможно с появлением нового здания с благоприятным климатом. К тому же на зоосовете пришли к решению, что служебных помещений в зоопарке достаточно. И лучше начать их заполнять всевозможными коллекциями. И посмотрите, мы здесь воссоздали сочетание живых растений, искусственных. Здесь есть и водопад небольшой, есть водоемчики. То есть все виды животных, и мы объединили все в единый отдел. Новый подход, более современный. Был объявлен конкурс, и лишь с четвертого раза определили казахстанскую компанию, имеющую право завозить животных из-за рубежа и обустраивать места пребывания каждого из них. Выдерживать принятый стандарт сочетания искусственных и живых материалов. Теперь посетители, заходя сюда, уже с порога погружаются в атмосферу экзотики. Вот здесь живет ресничатый геккон Бананоед. Ему необходим вертикальный террариум с задним фоном и большим количеством веточек для лазанья и укрытий. А вот этим шпурцевым лягушкам нет необходимости устраивать островок суши, потому что они уникальны тем, что всю жизнь проводят под водой. Аксолотли или водяным дракончикам жизненно необходимо поддерживать постоянно низкую температуру воды, достаточно много укрытий в ней и никаких острых углов. Египетским летучим собакам, напротив, нельзя в вольере устанавливать ничего лишнего, а в качестве зацепок для зависания вниз головой они предпочитают исключительно металлические решетки. Ирина Вобещевич, Межанжума Муратов, Николай Шевелев, Пятый канал. С Марту Стас – уникальный проект, направленный на обучение и повышение квалификации педагогов. В рамках него прошел тренинг для сотрудников организации образования и Центра поддержки детей. Он позволил участникам получить ценные знания, социально-эмоциональных компетенций и приобрести навыки эффективного взаимодействия на месте работы. Одной из тем была социальная стигматизация. Личные качества мы обсуждаем, и как педагог относится к определенной аудитории, как клеймо, когда мы ставим на человека, как стигма. И вот мы в рамках детского дома, как на наших детей ставят это клеймо, и как уйти от этого, чтобы впоследствии он был здоровым, полноценным человеком и смог социализироваться в обществе. Мы прям с радостью, потому что даже у нас многие коллеги сегодня с суточной работы, но мы уже здесь были все в 9 часов, потому что тема заявлена очень интересная, поэтому, конечно, рекомендовали. Контингент тренинга обширный. Присутствовали и те, кто работает с детьми, оставшимися без попечения родителей, с особыми образовательными потребностями. Участники удивляются. Говорят, с одной стороны, опыт многому их научил, с другой отмечают, что совершенству нет предела, а есть множество неизвестных кейсов и практик, помогающих в работе. Мы отрабатываем тренинговый день с одной темой, сегодня это тема стигматизации. А так у нас их много. Темы, которые связаны с возрастными особенностями развития детей, эмоциональным интеллектом, профессиональным выгоранием. Вот моя коллега сегодня вторую группу как раз по этой теме ведет. Тренинг Майи Наримовой посвящен не менее волнующей теме. Преподавателям, педагогам знакомы эмоциональное и умственное истощение. На встрече разобрали, как взять контроль над эмоциями и наилучшим способом выйти из стрессовых ситуаций. Дружка, какая у вас ощущения? Какая у вас ощущения? Какая у вас ощущения? Ты посмотри на меня, куда у меня? Было приятно? Нет, неприятно. Абсолютно. Да? Досада. Досада? Вот эти все эмоции мы проговариваем. Вина. А мы когда? Домой с ним. Мы сейчас из-за специализма. Мы вот так вот, 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 вот. Лена. А когда мы на самом деле ругаемся? У нас есть глаза, есть эти альбиты. Актуальные темы, возможность применить на практике теоретическую часть – все это дает смарт-устаз. К тому же платформа имеет онлайн-формат обучения. Для повышения квалификации и значительного профессионального роста достаточно зарегистрироваться на сайте и быть мотивированным к изучению нового и полезного. Обучение проходит на русском и казахском языках. По завершению курсов участник получает сертификат. Проект «Смарт-устаз» повышает качество казахстанского образования. Обучение прошли около 7 тысяч педагогов со всех регионов страны. Недавно «Смарт-устаз» проводил конкурс среди всех, кто прошел курсы. Двое победителей отправились в Сингапур для повышения квалификации. Наши курсы подойдут не только сотрудникам сферы образования, но и психологам, работающим в детских учреждениях. Приглашаем всех желающих. Регистрируйтесь на сайте, следите за обновлениями, конкурсами, приходите на семинары, тренинги. Будем рады поделиться опытом, дать хорошие навыки. Такова информационная картина этой пятницы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин